Ну, мне кажется, что вот возрождение запорожца в России это что-то из области 1 апреля, потому что все-таки украинская машина, что на платформе что-то сделает, в это трудно поверить. Но я вот, действительно, я такой автомобилист с большим стажем, все-таки выпускник автодорожного института, читаю все журналы, хожу на выставки, слежу за новинками. Мне кажется, допустим, вот, АвтоВАЗ, там, Лада X-Ray, там, Веста, это уже машины приличного европейского уровня. Может быть, жалко, вот, Маруси не получилось. Если была бы Маруси, Маруси кабриолеты я бы точно купил, потому что я сам лично вожу только летом и кабриолеты, я бы взял бы. Я, кстати, подумаю сделать у нас в России какую-то вот такую машину кастом, открытую, да, вот что-то такое собрать на какой-то платформе. Ну, это будет, это продукция отечественная автопрома будет. Поэтому мне кажется, что самое главное, что есть, большой рынок, ненасыщенный. По числам машин на жителя мы еще Европу не догнали. Значит, машин будет покупать все больше. Да, кризис, ну, кризисы заканчиваются. Chevrolet и Opel сделали ошибку большую, то, что ушли с рынка. Возвращаться будет крайне тяжело, если вообще получится вернуться, потому что ниша будет занята другими. Я думаю, понятно, что наше будущее, конечно, не только в сборочных заводах, а в заводах полного цикла, которые будут разворачивать и наши отечественные предприятия, и зарубежные. И я смотрю, новинок все больше и больше, красивых, интересных. И те зарубежные машины, которые у нас производятся, это что же наши отечественные? Если завод Ford производит у нас машины, то это наша российская машина Ford. Не нужно этого стесняться.